Здравствуйте! Вы смотрите программу Наше Время в студии Владимир Сорокин. В Доме правительства наградили активистов Всероссийского молодежного форума Таврида. Многолюдные очереди. Возле управления ФМС Севастополя ежедневно собирается более 300 человек. Инновации в уборке города. Очистка от мусора центральных улиц и парков Севастополя теперь осуществляется с помощью новых уборочных машин. Пополнился автопарк дорожно-эксплуатационного управления за бюджетные средства города. Окупятся ли затраты, узнавала Кира Калинина. Отныне уборка центральных парков города осуществляется с помощью вот таких компактных уборочных машин. Автопарк дорожно-эксплуатационного управления пополнился на 8 единиц спецтехники за счет бюджетных средств. Техника приобретена за счет бюджета. Это бюджет города. Взята в лизинг с расчетом того, что стоимость тех средств, которые экономятся на уборке территории и эффективности, окупается как раз за срок лизинга данных средств. Уборочная техника компактна и универсальна. Машина производит работы по уборке снега, тротуаров, рассыпает соль, песок, имеет мойку высокого давления и бункер емкостью до двух кубов для бытового мусора, что облегчает труд дворникам, говорит Вячеслав Близнюк. Машина работает как пылесос. Она получается щетками сметать в середину, а там шнек засасывает мусор в себя. Пылесосит. Облегчает труд нашим уборщицам. Компактность позволяет очистить территорию без ущерба для парковых зон, в отличие от тяжелой техники. Приобретенные машины направлены на обслуживание Приморского бульвара, площади Нахимова, набережная Корнилова и других излюбленных мест отдыха севастопольцев и гостей города. Директор департамента городского хозяйства говорит, для полного контроля чистоты спецтехники еще недостаточно. За последние 3-4 месяца механический парк города, конечно, стал существенно больше. Но с другой стороны, что такое три поливочных машины на весь наш город, с учетом всех скверов, клумб, парков и так далее. То есть парк будет расти, я думаю, со временем, с каждым годом все будет больше и больше. И мы выйдем на ту единицу, когда можно будет сказать, что техники достаточно. А сейчас, конечно, это существенная помощь, но очень еще мало. Для достаточного количества необходимо порядка 40 единиц техники, говорит Андрей Атаманцев. Сегодня в автопарке менее 20 уборочных автомобилей. Кира Калинина, Олег Ивашенко, программа «Наше время». Объявили благодарность. Сегодня в Доме правительства награждали молодых волонтеров, которые принимали активное участие в организации Всероссийского молодежного форума «Таврида». Проходил он в течение 10 дней и собрал под своими знаменами ребят из 62 стран и 85 регионов России. Молодых людей, помогавших обеспечить мероприятие, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за участие в международном молодежном слете. Всего в работе форума приняло участие около 2000 человек. В период с 10 по 20 августа волонтеры предоставляли участникам информацию о программе, давали исторические справки, были своего рода гидами. «Проведение молодежного форума показало его посвящающих организаторов. И в этом ваша заслуга. Вы молодцы. Город, молодежь, гордо равняется на вас. Вы стали бегом, мы будем пиолетами, и вы счастливы, вы бежали за экзаменами. Мы знаем, что вам приходилось нелегко. В форуме приняло участие более 2000 человек. И вся организация, подготовка, дружатые сроки легло на ваши плечи. Вы с честью выдержали этот экзамен». «У меня было 20 человек в команде. Я работала на направлении СМИ и медиа. Мои ребята были журналистами, блогерами. Это был действительно классный опыт, потому что я сама не работаю в этой сфере. И было очень приятно увидеть людей из разных уголков России. Приезжали ребята из Якутии, из Приморского края, из Комсомольска-на-Амуре. И было очень приятно, что они проделали такой большой путь, чтобы приехать сюда, в Крым». Возле управления ФМС Севастополя по-прежнему многолюдно. Нуждающихся в услугах сотрудников Федеральной миграционной службы каждый день насчитывается более 360 человек. Ожидая прием, люди стоят в очередях по несколько часов. Просто на пороге управления. «Перед зданием управления Федеральной миграционной службы по проспекту генерала Острякова ажиотаж не прекращается. В многолюдной очереди те, кто нуждается в консультации специалистов, мигранты, ожидающие уже готовые паспорта, а также те, кому не удается сдать документы для оформления гражданства. Людмила Петровна говорит, уже четвертый раз сюда приходит, и за два месяца пенсионерка не может попасть на прием. Чтобы не допустить хаотичного потока граждан, активисты создают списки. После пропускают по три человека. Запись производится за несколько часов до начала приема. Сегодня очередь занимались в пяти утра. Приехал мужчина первый и начал вести список. До обеда прошло 92 человека. Желающих гораздо больше. Список закончился на 167-м, но многих я отправлял, говоря, что сегодня не суждено просто математически, если посчитать. Не суждено, потому что в данном списке записались более 360 человек. И так как, по словам людей, прием граждан осуществляется три раза в неделю, еще и не полный рабочий день, они вынуждены стоять в многочасовых очередях. Три дня рабочий день. Вон, посмотрите, расписание. Вон у них график висит. Это два. С двух до пяти. Я не знаю. Собрали как 100 баранов здесь. Со всего района. По миграционному там. Почему нельзя, в каждом районе не собирают? Почему? 30 августа в эфире канала «Первый Севастопольский» на этот вопрос ответил исполняющий обязанности губернатора. Сергей Миняйло согласился. Перебои в работе ФМС есть. И пояснил, РЭПы приемом документов заниматься не могут из-за строгой отчетности документации при оформлении и выдаче паспортов. А также жестких правил безопасности. Возможно, именно поэтому людям приходится ожидать своей очереди просто на пороге управления. К тому же, исходя из информации, объявления на двери и консультации по вопросам беженцев проводятся на улице. Горожане уверяют, не раз приходилось приводить в чувство людей, которым становилось плохо. Кира Калинина, Денис Корвель. Программа «Наше время». Русский вопрос. Севастополь презентовали новую книгу. Двухтомник создавался на протяжении нескольких лет. В него вошли материалы, которые автор, директор Института стран СНГ Константин Затулин использовал в программе на одном из телеканалов. Программа, на основе которых создавалась книга, затрагивает огромное количество вопросов, как локального, так и глобального характера. Мы приглашаем в наши программы, которые посвящены самым разным сторонам бытия, внутренней политики, внешней политики, демографии, национальному вопросу, продовольствию, экономике. Приглашаем, как правило, наиболее компетентных людей, которые могут ответить на заданный вопрос. И мы считаем, что это полезное чтение и полезная телевизионная программа. На творческой встрече с Константином Затулинным присутствовали известные люди и простые севастопольцы. Те, кто еще не успел прочитать книгу «Русский вопрос», заочно знакомы с этим трудом по телепередачам. Сегодня оказался случайный, это было спонтанное решение. Я приехал ознакомиться с книгой. На самом деле я не слышал ничего об этой книге, я только знаю, что есть такая передача. Я приехал, потому что знаю имя автора. И, ну, конечно, за ответами на многие мои вопросы, которые сегодня актуальны, я думаю, он знает на них ответы. Совершенно потрясающе. И я уже воочию убедился в силе этого автора. О книге я ничего не знаю, но вот потому и здесь я хочу узнать, о чем эта книга. Я хочу попытаться сегодня ее приобрести. Если нет, то, ну, хотя бы какие-то электронные варианты. Автор книги говорит, поиски ответов на вопросы, которые волнуют севастопольцев, продолжат находить и в дальнейшем. После выхода этого второго тома его показываем публике, для того, чтобы те, кто заинтересован разобраться в каких-то вопросах жизни России, мог познакомиться с нашей точкой зрения. И это не все новости на сегодня. Далее вы увидите. Долгая память. 73 года назад, 8 сентября, началась блокада Ленинграда. Выборы приближаются. Участковые избирательные комиссии приступили к работе. Все на алтарь победы. Баскетболисты спортклуба «Муссон» приступили к подготовке к чемпионату России. До выборов остается 8 дней. На этой неделе в Севастополе открылись все избирательные участки. Комиссии получили бюллетени и списки. До 14 сентября они будут работать ежедневно. Также до 13 числа можно проголосовать досрочно. Сегодня наша съемочная группа посетила два участка – 95 и 96 в Ленинском районе. О том, насколько они готовы принимать избирателей, расскажет Наталья Двойцина. Официальное открытие всех избирательных участков в Севастополе состоялось 3 сентября. Комиссиями получены бюллетени и списки. Те, кто участвовал в выборах и помнят, на каких избирательных участках они голосовали, они там и должны проголосовать. Участки, их местоположение не изменились. Прийти и уточнить свои данные в списках могут все желающие. Сверка на избирательных участках до 14 сентября проходит ежедневно с 9 до 18.00. Правда, есть перерыв с 13 до 14.00. Списки уточненные, получены, проверены. Люди с близлежащего района, то есть кто относится к этому участку, подходили, себя проверяли. Ну, не все, конечно, некоторые. Розданы все приглашения полностью. Поэтому мы считаем, что теперь только зависит от наших избирателей, чтобы они приходили и проголосовали, как положено, 14-го числа. Для того, чтобы проголосовать в день выборов, гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Это может быть российский паспорт, военный билет или любое удостоверение, где есть местная прописка. Также разрешено принимать участие и тем горожанам, кто еще не успел подать заявление и переоформить бумаги в ФМС. То есть прийти можно и с украинским паспортом, зарегистрированным в Севастополе до 19 марта 2014 года. Председатель 96-й избирательной комиссии рассказывает, их участок, расположенный в здании Севгурводоканал, готов на 100%. Установлены урны, а также кабинки для голосования, которые оборудованы всем необходимым – ручки, полочки, свет. Охрана объекта производится круглосуточно силами сотрудников полиции. Помещение отвечает всем нормам пожарной безопасности, укомплектовано огнетушителями. Оксана Таран рассказывает, готовы ко всем экстремальным ситуациям. К примеру, в случае отключения электроэнергии в день выборов, для членов комиссии завезены фонарики. В аудитории также размещены информационные стенды для избирателей. На них фотографии кандидатов, депутаты и их биография. Готовы члены комиссии и к голосованию на дому. В списках уже числятся горожане, которые по состоянию здоровья не смогут 14 числа прийти на участок. Но заявления еще принимаются. Для голосования на дому им необходимо будет либо позвонить по телефону в избирательный участок, либо прийти написать заявление с просьбой по состоянию здоровья. Не можем прийти проголосать, тогда мы рассматриваем опять все эти поступившиеся заявления. Приниматься заявление с просьбой о голосовании на дому членами комиссии будут до двух часов дня 14 сентября. Что касается бюллетеней, то каждому избирателю на руки будут выдаваться по три образца. Они отличаются по цвету и по наименованию. Первый содержит в себе список кандидатов в депутаты. Второй – список партий, баллотирующихся в законодательное собрание Севастополя. Третий – в муниципальные органы власти. В первом и во втором бюллетенях нужно поставить только по одной галочке. В третьем же можно выбрать сразу пять кандидатов, но не более. Бюллетени у нас получено достаточное количество. По закону Российской Федерации не меньше 70% мы располагаем этим количеством в рамках закона. В бюллетенях любой знак, поставленный напротив кандидата, либо партии, либо образования, будет считаться действительным. Если человек вдруг написал какое-нибудь слово, что он против этого кандидата, и буковка попала на пустой квадратик, он будет засчитан как голос за эту партию. По многомандатному – это большой такой салатовый бюллетень. Там имеется право поставить от одного до пяти знаков, соответственно, выбрав того кандидата, за кого мы голосуем. И также надпись «Любая», «Любой значок» напротив галочки будет отнесен голосу за этого кандидата. Также с 3 по 13 сентября можно прийти на свои избирательные участки и проголосовать досрочно. Но сделать это можно только в случае уважительной причины. Планируется, что избиратели в будние дни ждут с 16 до 20 часов, а в субботу и воскресенье – с 12 до 16. Правила остаются неизменными. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для досрочного голосования не нужны объективные причины, связанные со здоровьем или неожиданным выездом за пределы Севастополя. И надолго, если человек 14-го не сможет вернуться с сентября к своему месту жительства. А других причин, в общем-то, и нет. Но это все надо указывать в заявлении, оно потом разбирается и человеку разрешается проголосовать, если это действительно так нужно. Выдаются бланки и заполняется форма заявления на месте. Затем его рассматривает участковая избирательная комиссия и выносит решение. По словам Валерия Медведева, 13 сентября вечером все избирательные участки закроют для подготовки к единому дню выборов. 14 числа они будут работать с 8 утра и до 20.00. Наталья Двойцина, Денис Александрович, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». 8 сентября отметят памятный день. 73 года назад началась блокада Ленинграда. Те трагические события унесли жизни более миллиона человек. Сегодня в библиотеке имени Льва Толстого состоялось торжественное собрание, приуроченное к этой дате. Память погибших почтили минутой молчания. На данный момент в Севастополе проживает 240 жителей блокадного города. Наш сегодняшний вечер «Я из блокады и войны» посвящен одной из самых святых дат для каждого ленинградца. Это 8 сентября, день начала блокады Ленинграда. Дело в том, что мы действительно с этим обществом уже работаем не один год. И это для нас не просто святая обязанность, долг, огромная ответственность, но и великое счастье работать вот с такими людьми. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения в культурно-информационном центре прошел семинар управления многоквартирным домом. Представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации встретились с севастопольскими коммунальщиками. Здесь, с другой стороны, жители, рядовые жители района, города, которые заинтересованы выяснить, а как они будут жить дальше. Они хотят получить ответы на свои вопросы, связанные с новыми формами, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья. Это все то, что приходит новое в жизнь Севастополя после того, как Севастополь сам вернулся в Россию. Услуги работы по обеспечению ухода за имуществом, организация капитального ремонта в многоквартирных домах и переход с веры ЖКХ в правовое поле России. Эти и другие вопросы задавали севастопольские коммунальщики гостям из столицы. Средства, вы знаете, по целевой программе выделяются на город Севастополь. Федеральная целевая программа до 2020 года рассчитана. И часть этих средств пойдет на жилищно-коммунальное хозяйство с тем, чтобы наиболее кричащие проблемы снять. Дальше будем вместе работать, я так полагаю. И законодательное собрание, и губернатор должны будут в этом принимать самое основное участие. Организаторы семинара отмечают, проведение такого форума в переходный период имеет огромное значение для Севастополя. Ведь сейчас необходимо не только налаживать текущую работу сферы, но и строить планы на будущее. Таинство танца. В Севастополе проходит фестиваль музыкального движения и пластического танца терпсихора в Тавриде. На мероприятие побывала Ольга Коршунова. На берегу моря, под открытым небом, в пространстве античного театра, уже который год фестиваль танца, привлекает все больше и больше почитателей необычного искусства владения телом. По словам организаторов, основная цель фестиваля – это поиск вдохновения в новых творческих направлениях, а главное – познание самих себя. Национальный заповедник Херсонес-Таврический по праву законное место для проведения фестиваля – пластический танец – связан со своим истоком и прообразом. Он родился под впечатлением от античного искусства и классической музыки. Сегодня у нас маленькая греческая мистерия, специально приглашенный руководитель для этого Наталья Борисовна Жарова. Очень большой специалист, крупный специалист по фольклору и близлежащим сферам. Мы хотим донести и то, что на этой земле сочетались все культуры, которые вокруг существовали во все века. И поэтому у нас 2-го числа были русские хороводы, русские игры. Сейчас два дня идет греческая мистерия, а 6-го будет спектакль совершенно другого плана. Спектакль на музыку Абеляра, Баха, Моцарта и Хиндемита. В рамках мероприятия будут выступать следующие коллективы. Студия музыкального движения «Гептохор», вокальная студия Марии Ганешевой, танцевальная студия «Ветвь», музыкально-пластическая студия «Аме». При Ульяновском государственном университете музыкант и эвритмистер Наталья Жарова. У всех участников своя тема и роль в фестивале, которую они раскроют в эстетике свободного танца, свойственна только их школе и танцевальному взгляду. Ольга Кошинова, Денис Ковель, программа «Наше время». Баскетболисты севастопольского спортклуба «Мусон» приступили к регулярным тренировкам и подготовке к чемпионату России. Занятия проходят под руководством нового главного тренера, мастера спорта Евгения Кисурина. Одну из тренировок посетил и Владимир Милянский. Спортивный клуб «Мусон-Севастополь» готовится к перенесу России по баскетболу среди клубов высшей лиги. И с 1 сентября наша команда приступила к тренировкам «Мусон-Арене». Поклонники севастопольского клуба в ожидании выступления нашей сборной в российском чемпионате. В команде новый тренер, заслуженный мастер спорта Евгений Кисурин. Евгений Владимирович, несколько слов о команде, которая у нас теперь будет защищать спортивную часть Севастополя. Команде «Мусон-Севастополь». Ребята все молодые, хотят работать, хотят добиться больших успехов в баскетболе. И очень приятно в таких условиях работать, когда есть три прекрасных зала, такая арена, зал тренажерный. И мы с таким энтузиазмом начали сезон. Надеюсь, результаты будут соответствующие. Несколько слов об игроках команды. Кто будет защищать спортивную часть? Ребята из разных регионов России. Очень многие из них – это бывшие игроки национальной сборной по резервным возрастам. Молодежных, юниорских. Многие принимали участие в молодежном первенстве. Но есть и ребята, которые уже попробовали играть и в Суперлиге, и в Лиге ВТБ. Несколько слов о оставшемся в команде Игоря Кожеватой. Его форма и устроение. Игорь молодец. Как и все, хорошо тренируются, относятся ко всему. Мне нравится его подход к работе. Молодежный состав команды будет укреплен нашими ветеранами баскетбола? Вопрос пока открыт, потому что лицензированием пока не ясно, как будут лицензировать украинских игроков, которые играли на Украине. Евгений Владимирович – известный спортсмен. Выступал за ленинградский «Спартак», московский «ЦСКА», а с 90-го года – игрок национальных сборных СССР и России. Дважды в составе российской сборной в 92-м и 94-м годах поднимался на мировой пьедестал, добиваясь серебряных медалей. Выступал Евгений Кисурин в итальянских клубах «Цибоне», а в активе – контракт с американским суперклубом «Чикаго Булз». Все игроки в нашей баскетбольной дружине – россияне, молодые, амбициозные и на тренировках стараются быть лучше. Уже 26 сентября – групповой турнир Кубка России среди четырех клубов из Воронежа, Ростова-на-Дону, Крыма и Севастополя. А на следующей неделе – тренировочные игры с баскет-клубом «Родник» из Ижевска. Владимир Мелянский, Денис Александрович. Программа «Наше время». И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Вы смотрели программу «Наше время». В студии был Владимир Сорокин. Всего доброго. Инновации в уборке города. В Севастополь прибыла новая уборочная техника. «Русский вопрос». В Севастополе презентовали новую книгу Константина Затулина. Объявили благодарность. В Доме правительства наградили активистов Всероссийского молодежного форума «Таврида». Многолюдные очереди. Возле управления ФМС Севастополя ежедневно собирается более 300 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова